Авторское телевидение В эти дни, я имею в виду 19 число, все мы были в отпуске. И когда в 6.30 раздался у нас в квартире звонок, и наши друзья-журналисты попросили нас включить приёмник, чтобы послушать эхо. Мы ещё не знали, что нам делать. И всё-таки все мы поехали на чистые пруды, там, где находится наш офис, офис авторского телевидения. Три дня мы не были здесь, где по структуре центрального телевидения практически, ну, почти все мы работаем. Потому что мы знали, что видеоцентр уже, центр телевизионный уже оцеплен. Мы знали, что мы не получим технику, мы знали, что мы не сможем работать. И знали, что у нас есть там несколько камер. И надеялись, что кто-то из ребят приедет и откликнется. Фактически приехали все. Мы работали трое суток, пять групп были всё время в разъездах. И за это время сняли массу материала. Иногда нас упрекают в том, что у нас недостаточно чёткая, иногда размытая позиция. Лично меня упрекают в том, что я стараюсь примирить непримиримое и как-то сгладить острые углы. Я надеюсь, что сейчас наша позиция определена, потому что когда мы начинали работу, а это было в 10 утра 19 августа, никто не знал, чем всё кончится. И тем не менее я хочу сказать, что эйфория победы, она не приведёт к добру. И сейчас вот эти вот бесконечные раздачи наград, утверждений новых, званий, чинов, призывы к разгромам, погромам – это не к добру. Потому что демократия, она и тем хороша, что она как-то избавляет нас от крайностей. Я считаю, что должны быть и оппозиционные газеты, и оппозиционные журналисты инакомыслящие. Иначе нет вообще жизни. Это нормально по жизни. И когда сейчас слышатся призывы, чтобы как-то расправиться с коммунистами, я не знаю, что делать там с коммунисткой Никоновой, с коммунистом Дибровым и с режиссёром Столяровым, который работал с ним в те дни, которые сделали 19-го числа клип, который вы сегодня увидите, за который можно запросто было бы поставить к стенке. Я не знаю, что будет с коммунистом Оховым, который все эти дни был и ночи в Белом доме. Поэтому жизнь всё-таки достаточно сложна, чтобы оценивать и судить так просто. Говорю не за себя, потому что большинство из нас вышли из партии ещё год назад. И последнее, что хочется сказать. Сейчас, в эти дни, уже в коридорах Останкинских ходят люди, разгорячённые, которые имеют точно просчитывать, что начинается смена власти, делёжка портфелей, подбирают себе руководителей, заместителей и как-то уже рассчитывают на то, как будет строиться телевидение. Поэтому сейчас от лица тех, кто собрался здесь, я хочу сказать, что ОТВ считает, что необходима демонополизация телевидения, необходимо, чтобы те независимые телекомпании, которые были созданы в последние годы и заслужили право на то, чтобы быть в эфире, заслужили, получили тот эфир, тот отрезок времени, в который можно говорить то, за что не будет стыдно, говорить то, что должен знать наш народ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А здесь против своего народа, они гусеницами брятцы. Все это, танки, это для того, чтобы удержалась коммунистическая система, чтобы социалистический строй, при котором, подождите, при котором можно жить за счет другого. Я простой шофер, вот у меня машина. Вы поняли? Эти танки, сколько бензина. И вот он спросил у ребят, вот здесь им скажут, будут давить? Подождите, не перебивайте. Главное одно, суть, суть, пока коммунисты, у власти порядка никогда не было и не будет, а будет диктат. Вот все, все, только это. Сейчас, минутку. Потому что ни один портократчик ничего не произвел всю жизнь на горбу рабочего. Я вот пробыл на 12 заводах. Где? Эскаваторные заводы. Нет металла. Дай металл, будьте эскаваторы. Так что это дошло? Вам много заплатили? Мне? Я не знаю, сколько вам заплатили. Я знаю, что моя мать... Одна утка. Какая посадная, милая, не надо эти вороки применять. Конечно! Да ты что, говоришь? Нет, ты не будешь. Мертельная банка уступила для КПС. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Раз, два, взялись! Ноги! Ну простой народ не может проехать. Уважаемые граждане, уважаемые москвичи, вы видите сложившуюся ситуацию. В Москву витяны воинские подразделения, танки, бронетехника и другие мощные соединения. Мы безоружны, мы не имеем ни танков, мы не имеем ни автоматов, но мы крупно вооружены, вооружены, дорогие россияне, дорогие москвичи. Дальше воздание организуется цепочка. Просьба присоединяться. Учебная пока цепочка, но вы должны быть готовы к отражению. Если мы будем организованы, мы останемся стоять. Киев, Дэви Аркадьев, вам слово. С третьего утра я пытался дозвонить в нечетчайные инстанции. Увы, безуспешно. Длинное положение вводили. Что ж тут комментировать? Но верховная конституционная власть на Украине принадлежит верховному совету республики, настаивал я. Вооруженные силы, силы безопасности или милиции не могут быть использованы в целях свержения демократического конституционного строя и законного правительства, воспрепятствования или ограничения деятельности парламента, иных высших органов государственной власти, незаконных ограничений конституционных прав и забот граждан, а также в иных целях, противоречащих основам конституционного строя Российской Федерации. Нарушение данного положения Конституции является техчайшим преступлением против народа. Если начнется стрельба, пальба, вы что будете делать? Тут вы лично. Я буду выполнять команды своих командиров. Вы им доверяете? А вы вот к кому лучше относитесь, к Рудскому или к Язову? Ведь командиров становится много. Я, у меня один командир, это Язов. Язов, да? И вы будете стрелять? Дадут команду, буду. Спасибо. Если начнутся военные действия, вы будете принимать в них участие? Ну, разумеется. На стороне? Ельцин. А оружие? Найдем. Спасибо. Не проблема, я надеюсь. Сейчас этой проблемы нет. Пока в руках народ держит станки, сделаем. Добровольно ли заболел Горбачев? Этот вопрос витал, так сказать, в воздухе. Если добровольно, это одно дело. А если не добровольно, это же другое дело. Вы понимаете? А вы как думаете? Как я думаю. Горбачев все время повторял. Если будет насилие, это страшно. Он все время повторял, это страшно. Вы понимаете? Я лично считаю, насилие, насилию рознь. Вот, скажем, преступник. Ведь к нему принимается насилие, применяется насилие. Применяется. Следовательно, и в политике не все целуются. Думаю, что приведенные из отчаяния христианства надеются сегодня на то... Пока я не могу сказать количество, поскольку еще прошло не надо. Я думаю, что Москва – это зона черепричайного. 19 августа 1991 года. Впервые на моей памяти, а я работаю на телевидении уже более 15 лет, в пресс-центре МИДа так много журналистов, что даже вот этот холл заполнен представителями советской и иностранной прессы. Я думаю, что то число 19, которое я назвал, не требует объяснений, почему такой большой интерес к тем людям, которые сидят вот в том зале, в который, к сожалению, сегодня нас не пустили. Я очень рассчитываю на то, что мы не окажемся полководцами без армии, потому что народ требует наведения элементарного порядка в стране. И вот отбираясь на эти настроения, мы должны сделать все... Скажите, ваше отношение к тому событию, которое произошло сегодня? Я считаю, что это бандитизм. Я считаю, что это люди только что-то взогнули. Люди только начали что-то думать, соображать, что-то, что-то проснулось в человеке, и оно сейчас опять превращается в животных. Понимаете? Ну, это... Я не знаю. Ну, нормально, военный переворот. Что делать? Ну, а скажите, что может сделать творчество, интеллигенция, вот вы, ваш театр? Я не знаю, что сделать, потому что если это сейчас произойдет, понимаете, то это будет трагедия, по-моему, трагедия для нашей страны, нашей Родины. Вот сейчас у меня спектакль, вот через 20 минут уже, а сейчас мы его отменим спектакль, я сейчас я думаю, что в театр... Мы его отменим сейчас спектакль, мы тоже посоединемся в Восток, чтобы мы будем бастовать, я не знаю. Я не знаю, что может артист сделать, что? Вы обращение не ездили, читали? Что? Вы не ездили, обращение не... Нет, я читал, дайте представить, у меня сейчас съемка у вас утром, я выехал с утра на съемку, сейчас... Ну, возьми. Спасибо большое. Вот он призывает к гражданскому непоевиновению, к забастовке всеобщей. Вы считаете, это может помочь? Думаю, что да. Я думаю, что если все... Я не верю, что солдаты будут стрелять. Я не верю в это. Потому что самое страшное, что может быть, понимаете, солдаты должны стрелять в брат в брат, значит, стрелять, тогда это... это все. Наличие силы, возможности ее применения. И, наконец, нынешний, похоже, как лучше нынешний. Она выглядит из-за костра. Субтитры создавал DimaTorzok уже произнесено. Это ста человек. А вы откуда? Мы областной ОМОН, который с самого начала подчинялся России. Ну, так, запомнился. Потом власть делили, не поймешь, кто кому и чего. Конечно, только так. Ну, а сейчас вы... Охрана президента. Охрана президента России. Вы охраняете ее только, так сказать, по долгу службы? Это политический вопрос вообще-то. Ну, конечно. Я не буду на нее отвечать. Ну, вот вы, как и я, я тоже на политический вопрос говорю. Я должен объективную информацию давать. А если бы вы были... С народом воевать мы не будем. Сразу же. Что же, тогда придется воевать с вашими коллегами в той же форме только? Я считаю, надо в силу достигать. Это парламентским путем решать. Да что это? Силы мы ничего не добьемся. Только много крови, мясо пушечное. И все. Надо решать вопрос. А как вы думаете, вот то, что произошло, это парламентское решение? Это? Я считаю. Ну, к нему, кстати, готовили давно. Надо было быть к этому готовым. Вы так не считаете? Ну, я считаю, что два месяца назад... Нас к этому подводили всех, вы понимаете? Подводили. И пропаганда, и шла обработка. Ну, если не нас как органы, а международ, население. КОНЕЦ КОНЕЦ Вы в РКП были? Или в КПСС? Сняли вы все-таки? А здесь где? Здесь все. КОНЕЦ 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 Представляет Я думаю, что Все идет хорошо Вот Вот Что касается моего здоровья То я считаю, что оно вроде бы Нормальное здоровье Мы надеемся на то, что Михаил Сергеевич Поправившись Вернется к исполнению Своих обязанностей По крайней мере, тот курс, который Начинал Михаил Сергеевич Горбачев В 85-м году Этому курсу мы будем следовать И дальше Кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? К чугой славе хочешь? Примазан Знаете, это вопрос уже не мне Это вопрос не мне уже Я ни на чем не настаиваю Я ненавиден Народ, самым настоящим образом. Они нас ненавидят. Они делают всё, ненавидят и боятся. Как я для военных могу строить? Когда они, может, моего ребёнка будут стрелять? Как я для них дома буду строить? Ну, если бы ты был на моём месте, ты бы тоже стрелял. Нет, брат, я согласен. Я ничего не говорю. Поэтому мои родители взяли меня и спасли. От чего спасли? А? От вот такой армии. Да, было бы. Комиссовали. Не я молодец, а мои родители. Молодцы они. Что не пожалели кровных заработанных денег. Чтобы откупиться. Откупиться, да? Откупиться. Правильно, правильно. Откупиться. Зато у тебя осмотни. Пошли. Я здоровым остался. Пошли, а то тут. Что улыбаться? Смешно, правда? Конечно. Солдаты тоже читать дети. Всё правильно. Никто ничего не говорит. И мы их не обижаем. Вы же видите. Мы наоборот... Если бы они не собираются. Если бы они собирались стрелять, то, наверное, давно постреляли. Ну, понимаете, ещё приказа нет стрелять. Что мы с вами рассуждаем? Мы ведём здесь беспредметный разговор. Конечно. Беспредметный совершенно. И против приказа никуда ты не попрёшься. Иначе дисбарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просим кого? Просим кого вы ставите? Просим кого едете? Просим кого оружие ставите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот путь это не ошибка Горбачева? В какой-то степени да. Он не верил, что реально существует такая угроза. Но это его просчет. Его просчет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ситуация сложная. Я уже говорил об этом. Прогнозы, в принципе, были правильные. И не только то, что я говорил. Собирался всего несколько дней тому назад наш совет, полисовет демократического движения за демократическую реформу. И мы единодушно пришли к выводу, что правая реакция наступает, и угроза усиливается. И что правый переворот не за горами, так сказать, в принципе, мы говорили об этом. Так что прогнозы были. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР полностью отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса. Он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему выводу государства и общества из кризиса. Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта нового союзного договора. Каждый будет иметь право и возможность... Россия! Россия! Мы те люди, которые пришли сюда для того, чтобы загородить, прекратить, дальше истязать русский народ. Вот наша демократия. Налога ПСС! Налога ПСС! Налога ПСС! Налога ПСС! Налога ПСС! Налога ПСС! Они проиграли противостояние в российском парламенте. Они проиграли выборы 12 июня. Они не могут остановить распады коммунистической партии. Они испугались заключения союзного договора. Страх погнал их на переворот. Они трусят нас, а не мы их. Русские! 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 Они говорят, что гражданской войны не хотят, что они совершили это так, чтобы предотвратить гражданскую войну. Это ложь, потому что они поставили танки. И для тех, кто не согласен, будут убиты. Вот это и есть гражданская война. Сейчас, в этот момент, все остро чувствуют одно, что не должно быть растопыренной пятерни. Не должно быть... Все должны объединиться в одно. И те, кто верует в Христа. И те, кто верят в кадеты. И те, кто верят в демократии. И те, кто верят в республику. В нашем единстве наша сила. Сейчас мы должны быть все вместе. Русские, литовцы, латыши, молдаване. Люди всех убеждений, чтобы не пропустить черную реакцию. Далой реакцию! Не пройдет фашизм у нас. Не пройдет фашизм. Да здравствует российский парламент, российская власть. Слава Ельцину! Ельцин! 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 Они не накормят никого. Танк не умеет ничего, кроме как убивать. ГУЛАК не умеет ничего, кроме как сажать. В Москву приходил последний раз с оружием Наполеон. Москва сожгла себя, она не работала. Москва может работать хорошо или плохо, но под пушками она работать не будет. Я депутат от Москвы. Я призываю родной город, город, каким могу гордиться ни дня рабочего, ни минуты рабочей, захватчиком, душителем свободы. Судьба всех революций, всех путчей всегда решалась в столицах. Сегодня Москва, сегодня москвичи должны доказать, достойны ли они звания жителей столицы или они быдло, которому нужен кусок вареной колбасы за 8 павловских рублей. Я говорю этому городу, который я беззаветно люблю. Я могла жить в Вашингтоне и в Бостоне и у черта на куличках, но я хочу жить в этом городе и в моем городе. Не отдадим Москвы, не отдадим наше будущее, наше общее будущее, армян и азербайджанцев, литовцев и всех остальных. Все остальное дрязги. Мы должны уничтожить эту шайку. Боже упаси, уничтожить не в смысле, чтобы пролилась кровь. И мы к нашей трагической истории добавили еще одну Румынию. Нет, но они не могут быть над нами. Мы выше, мы лучше, мы чище и нас много. Спасибо. Аплодисменты 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 Российское руководство требует встречи с Михаилом Горбачевым в ближайшие сутки. Попытка переворота будет обсуждаться завтра на вне неочередной сессии Верховного Совета РСФСР. Литва сегодня ночью ратифицировала договор с Россией. Мэр Москвы Попов поддерживает президента Ельцина. Командующий Ленинградским округом заверяет Анатолия Собчака, что не введет войска в Ленинград. Тельман Гдлян остается под арестом. Удача может прекратиться. Не волнуйтесь, особенно если это так произойдет. Напоминаю, что у нас в гостях съемочная группа АТВ и Алексей Кортнев. Какие у вас прогнозы? Не будет ли вновь остановлена работа? Как-нибудь охраняется ваша работа, ваш эфир? Есть какие-то гарантии? Есть люди, которые охраняют это здание? Опасения остаются. Об этом я тоже сказал. Слушайте микрофон и могу повторить еще раз. Но на этот случай Моссовет и Верховный Совет России выслали подмогу подразделения ОМОН. Совершенно официальные подразделения. Это не бандиты, не военизированные какие-то подразделения, которые бывают или якобы бывают в нашей стране. Это совершенно официальные силы, которые будут защищать голос, относительно свободный голос в стране, которую относительно свободный даже назвать сейчас относительно трудно. Посмотрим, что из этого получится. Ваше личное мнение. Как долго все это будет продолжаться? Вы знаете, Алексей, вот ощущение, по-моему, всеобщее театрализованности вот этого государственного переворота, некоторое циркачество, оно повторяется с начала вчерашнего дня в очень многих оценках. Я сам высказывал такую же оценку. Это как закон Бойля-Мариотта, там открытый независимо, возможно, многими людьми. И вот то, что все думают одинаково, все-таки вселяет в меня серьезные опасения. Может быть, за этим кроется что-то другое, достаточно более глубокое. Хотя по опыту тех событий, не очень хороших, которые были в нашей стране в последнее время, приходишь просто к выводу, что, ну, по-российски просто плохо все было организовано. Возможно, это тот самый случай и сейчас. Хотелось бы на это надеяться. Надеяться. Я пока вам городе, что вы. Благодарю вас. Техника есть какая-то? Это еще. Это у нас поехал еще за продюгазом. Значит, эту машину с противогазной поставьте, перекройте с правой стороны. Постровы. Чтобы не... Где-то... В индустрии... Перекройте, не подкройте там. Я вожу вас... Набирайте любые машины. Перешивайте, по-моему, и на... Понимаете, вы отмещали, надо включить, да. Вы там... На правый этап. Уйдите, объявили женщинам, нельзя здесь появляться. Уйдите, не приходите сюда. Я никуда не уйду, только через мой труп. Вот кто будет сюда ехать, через мой труп. И все. На нами наш дом, нам никуда не уходить. И наш президент. И мы вместе, и мы никуда не уйдем. И мы призываем к нам присоединиться всем тем солдатам. О, Боже, помоги, дай им сознание, чтобы они присоединились к нам. Правильно. Я, мать погибшего воина, я стою за родину, так как мой сын стоял. За родину стоял, а сейчас лежит сынком в гробу он. Я буду стоять, грудью стоять, за сыновей своих. Неужели сыновья пойдут? И на мать, на меня тоже. И на детей своих. Я грудью буду стоять, за родину свою. За президента своего. Я рада всему Советскому Союзу. Стойте! Этим же рейсом, установленным, мы не вывезли президентские средства связи. Вертолет Ми-8 в 21.00 заставили взлететь на Сент-Пирог. В 14.30 поступила информация из Москвы, что заказанный большой президентский самолет не прилетит за Горбачев. За два дня до этого президент Горбачев его заказал на 19-е, собираясь лететь в Москву. Совершенно ясно, что мы имеем дело с насильственным отстранением законного президента под власть и с насильственным его удержанием. Таким образом, совершено тягчайшее государственное преступление. В этой связи я хочу обратиться ко всем военнослужащим сотрудникам МВД и КВД. Не делайте ротовые шутки, не пробивайте крови своих братьев и сестер. Проклятие Родины и проклятие Ватонка впадет в этом случае на ваши головы. Достаточно скоро. У вас есть только одна возможность выградить честь человеческого восстановления. Это не исполнять преступные приказы, не пробивать крови. Я призываю всех к мужеству, к терпимости и к предотвращению возможностей любых возможностей. Продолжение следует... Процесс не обратим, процесс тюбика. Вот выдавишь пасту с тюбика, затолкай ее обратно, не затолкаешь. Все. Про тот воздух, про который мы говорили. Хлебнули, выдавили с тюбика, назад не запихаешь, не задашь форму. Все, процесс не обратим. Не будет нас, будет вторая, третья, мы же с вами, господи. Не то, что мы растили, но у нас все такие одинаковые. Ну и придет Иванов, Петров, другие замерят. То же самое, это обречены. Это все, это политические импотенты и сегодня политические мертвецы. Конечно бы хотелось без, без применения всех этих штук. Но, видимо, не придется. Видимо, все-таки случится. Медпункт, медпункт, вот сюда пробеги. Медпункт, вот прямо-прямо по коридору. Медпункт, скажите, что уже боевая готовность, да? Товарищ Тошмяк, уже боевая готовность, да? А как вы считаете, насколько хватит у вас сил продержаться? Все зависит от них. Свои, свои! Ну, ориентировочно. Мало. Мало? Ну, полчаса будет. Да, вот так. Где-то так. Скажите, президент России сейчас... У вас нет ключа! Нормально охраняется? Я считаю, нет. Нет, да. Все ясно. Ну, а какой выход вы сейчас видите из положения? Я ни до кого не вижу. Безысходность, думаете? Да. Не весело, спасибо. А вот, ребят, вы в Гражданске. Вы военнослужащие, милиционеры или нет? Я из... Сыскнул бюро Алекса. А, скажите, вы наняты или подолгу, так сказать, пришли? Нет. Мы пришли сюда одними из первых. Просто... Ясно. А скажите... Не звали. А, вы женаты? Да, женаты. Она знает дело? Она знает. Ну, вот вы с ней связь поддержите. Вы что говорите? Я не хочу об этом говорить сейчас. Хорошо, как вы считаете? Будет штурм или нет? По всей видимости, да. И когда он начнется? Ну, вот только что передали, что подходят войска. Сейчас, значит, я хочу сказать. 17 часов 35 минут, 20 августа. Войска подходят к Москве или уже к Верховному Совету? Повторите, пожалуйста. Войска подходят к Москве или к Верховному Совету? Подходят к Верховному Совету. К Сомона? Да. Ну, такая информация на 17 часов 35 минут, 20 августа. Внимание, народные депутаты в Москве. Просим вас спустимся в концертный подъезд во внутренний дворик. для того, чтобы сесть в машины и выехать на встречу войсков. Еще раз повторяю. Внимание, народные депутаты в Москве. Просим вас спустимся в 20-й подъезд во внутренний дворик. Для того, чтобы сесть в машины и выехать на встречу войсков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Поскольку мы, кстати, радиостанции спокойны, мне тоже кажется, что все будет спокойно. Но не потому, что они не смогут, а потому что они побоятся. Мне кажется, все будет зависеть от того, как военные здесь в Москве воспримут, во-первых, то, что Ельцин себя назначил воинокомандующим. Признают ли они это конституционно. И если хотя бы часть воинских соединений сможет перейти в подчинение Ельцину, вот мы слышали, что несколько подразделений уже заявили о своей лояльности Ельцину, то я надеюсь, что сегодня штурма все-таки не будет. Хотя, конечно, обстановка нервная, особенно после того, как Сергей Станкевич попросил женщин отсюда удалиться. А я, если связываю какие-то надежды, это действительно с тем, что они боятся, как бы, или просто передумают по каким-то своим причинам это делать. И, может быть, даже настроение людей, которое мне не кажется агрессивным, а какое-то, скорее, радостное, но, может быть, истеричное, но не агрессивное. Может быть, оно просто передаст свои войска. А, в общем-то, как повернется все? Действительно, пока они, между прочим, не трогают никого, потому что нет приказа. А этот приказ, ничего не стоит ему появиться. И они, кстати, об этом тоже говорят. Значит, ситуация просчитываемая совершенно абсолютно точно. Значит, вы, наверное, знаете, у нас есть собственная система безопасности и разведки. Мы знаем состояние. Такой приказ никто не будет исполнять. Это абсолютно точно. Именно поэтому такой приказ никто никогда не даст. Ну что, нам ждать сегодня вечером выступление Горбачева тогда по телевизору? Я не знаю, насколько тяжелая ситуация вот там. Понимаете? Если он ранен или убит, значит, это может продлиться, это огонь может продлиться еще неделю-две. Понимаете? Потому что им есть что терять. Я не знаю, как много преступлений они успели совершить. Понимаете? Если бы они, дай бог, чтобы они ничего этого еще не успели сделать, это все может закончиться в два дня. Но, к сожалению, вот все говорит за то, что они уже что-то натворили. Самая, конечно, большая боль, это то, что никак мы не можем стабилизировать психологию командующего Московского военного округа. Он колеблется постоянно. Постоянно колеблется, отдает противоречивые приказы своим войскам, конкретно Кантемировской и Таманской дивизии, которые находятся своими штабами. Кантемировская дивизия, вот на Ленинских горах здесь, Таманская дивизия находится на Хадымке. Командующий воздушно-десантными войсками, Павел Сергеевич Горчев, активизировал свою деятельность и принял решение, естественно, не без указаний необходимых. Один парашютно-десантный полк Псковской дивизии в настоящее время, в течение 20 минут, 40 самолетов садится на Кубинке. Мы сейчас принимаем меры к тому, чтобы этот полк остановить, не допустить его в Москву, и, в общем-то, его использовать, заставить его присягнуть все же российскому правительству. Но, тем не менее, хоть будто бы это и не очень оптимистичная картина, но мы ожидаем главный удар не отсюда. В стратегическом плане мы ожидаем главный удар со стороны офицеров спецслужб КГБ СССР. Мы имеем достоверную информацию о том, что в период действия комендантского часа силами специальных групп будет блокированный Верховный Совет. Мы знаем планы, поэтому мы приняли контрмеры соответствующие. И по крышам, и по подвалам, по водосточным всяким коллекторам, значит, и все остальное, куда они будут проникать. Самое страшное, что в соответствии с приказом коменданта города, это приказ введен в комендантский час, вы знаете, с 23 часов, и вот как раз мы ожидаем, что эта акция будет в 0,1 час. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ПОДПИСЫВАЮТСЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Механики тоже наши гражданские захватили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА